Деяния апостолов 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 Его скорого возвращения лучшее, что он может сделать, это позаботиться о таких же, как он, верующих в Машеха. Вопрос заключается в том, чем руководствовались эти люди Ханания и Шапира. Они продают имение? Хорошо. Поступают так же, как Барнаба. Они решают часть вырученных денег утаить. Почему? Почему? Первая проблема, которая здесь есть, заключается в том, что они проявляют недостаток веры. То есть, если исходить из той же логики, что Машех скоро вернется, если есть вера в то, что Машех вернется, то какой смысл в этом действии оставить себе часть? Если же не верить в скорое возвращение Машеха, то тогда это действие обретает совершенно другой смысл. Другими словами, они руководствуются не верой, а желанием получить то же самое, что получил Барнаба в виде уважения со стороны апостолов, со стороны остальных членов общины. Пятая глава, пятый стих. Услышав эти слова, Ханания упал замертво, и все слышавшие об этом пришли в ужас. Юноши встали, завернули его тело в саванн, вынесли и похоронили. Спустя три часа вошла и жена его, не зная, что произошло. Кефа спросил у нее, скажи мне, правда ли, что вы продали землю за такую-то цену? Да, ответила она, именно столько мы заплатили. Но Кефа вновь спросил ее, тогда зачем вы задумали испытать дух Господа? Послушай, люди, похоронившие твоего мужа, стоят у дверей, они и тебя тоже вынесут. В тот же миг она упала у его ног и умерла. Вошли юноши и увидели, что она мертва, вынесли ее туда и похоронили рядом с мужем. После этого великий страх охватил всю мессианскую общину и всех, кто слышал об этом. Конечно, здесь возникает вопрос, который довольно часто задают при изучении этого текста. Почему же так жестко? Почему же так жестко Бог прореагировал на этот, для кого-то может быть, в чьих-то глазах может быть незначительный грех? Давайте посмотрим на эту картину как бы со стороны. Что происходит в данный момент? Смотрите. До этого никогда люди, живущие на земле, не были в ситуации, когда верующие обретали Духа Святого и Дух Святой жил в них как в храме. И это была, безусловно, принципиально новая ситуация. Мы уже говорили, изучая предыдущие главы, что в этот период одна из ключевых задач для апостолов – это научиться жить с Духом Святым, научиться быть послушными Духу Святому, научиться выполнять Его волю, быть ведомыми Духом Святым. Мне это несколько напоминает событие, когда еврейский народ возвращался в землю обетованную, путешествуя по пустыне. И мы находим там тоже очень интересный эпизод, когда в один из первых шабатов произошло событие, что некий египтянин вышел собирать хворост и за это был очень жестоко наказан. Почему? В тот период времени Израиль тоже учился жить с Богом, учился быть послушным Богом. Собственно, главная проблема, которая была у евреев в пустыне, заключалась в том, что недоверие к Богу влияло на всю их жизнь. Здесь происходит очень нечто подобное, что они в результате этого греха еще и умирают. Другими словами, Господь показывает, насколько жестко Он относится ко греху, подобно как в случае с египтянином, так и в этом случае. Мессианская община должна была научиться тому, что Дух Святой – это Бог, что к Нему нужно относиться с глубочайшим почтением и уважением и избегать действий, направленных против Духа Святого, точно так же, как действий, направленных против Закона Божьего Торы. Смотрите, мы с вами читаем, что все слышавшие об этом пришли в ужас. Люди понимали, что с общиной Бог, и дальше мы с вами читаем 12-13 стихи. Тем же временем посланники продолжали совершать в народе чудеса и знамения, единые в мыслях и целях верующие встречались у колоннады шлема, и никто из посторонних не смел присоединиться к ним, однако люди продолжали относиться к ним с почтением. И множество у верующих, как мужчин и женщин, присоединились к Господу, и они даже выносили больных на улице, класть их на подстилки и носилки, чтобы на них хотя бы упала тень проходящего мимо кефы. Вообще, это одна из важнейших концепций иудаизма, действия, которые мы наблюдаем здесь. Здесь называется «Ралитова», то есть когда Бог что-то плохое, происшедшее с Израилем, оборачивал на пользу для него же и для остальных людей. И здесь мы наблюдаем именно эту картину. Вот тот страх перед действием, которое было совершено, которое напал на людей, привел к тому, что многие из них задумались о Боге и уверовали таким образом. Из чего мы видим, что понимая, какой Бог с апостолами, люди приносят больных, чтобы хотя бы тень проходящего мимо Петра упала на них, и таким образом люди исцелялись. В 16 стихе мы с вами читаем «Также и в Урушалаем стекались толпы людей из окрестных городов, приводивших больных и одержимых нечистыми духами, и все они исцелялись. Однако Коган Агадоль и его товарищи, которые были членами партии Стадуким, были охвачены ненавистью, они задержали посланников и заключили их в общественную тюрьму». Итак, и эта ситуация, которая была, безусловно, печальна для некоторых людей и напугавшая очень многих, была обращена Богом для пользы Евангелия, которая проповедовалась дальше в Иерусалиме и потом по всему миру. Есть еще два вопроса, которые здесь возникают в связи с прочитанным текстом. Первый вопрос – потеряли ли в результате этого действия Хананья и Шапира жизнь вечную? Однозначно ответить на этот вопрос я не могу, потому что из текста это напрямую не следует, но думаю, что это было не так. Вообще, если мы говорим о тех людях, которые умирали в Господе и умирают в Господе, и даже когда эта смерть становилась результатом греха, я думаю, что у Господа нашего есть достаточной милости, хеседа, как мы называем, архамим на иврите, для того, чтобы прощать таковых. Второй момент – почему сегодня не встречаются подобные проявления? На самом деле это не так. Они встречаются. Однако, хочу обратить ваше внимание еще раз, что период, описанный здесь, период, о котором мы читаем, это было некое уникальное время, первая община, ее становление. Они учатся жить с Духом Святым, они учатся жить в послушании Духом Святым, они учатся пониманию того, что такое Дух Святой и как к нему относиться. Именно поэтому реакция Духа Святого на то, что там произошло, а апостол нам очень конкретно говорит, что они поступили против Духа Святого, солгав ему, реакция на это была определенно жесткой. Окончание нашего сегодняшнего текста мы с вами видим, что апостолы снова находятся в заключении, подобное, как это было в предыдущей главе. Более детально об этом мы поговорим с вами уже в следующем уроке. Но смотрите, на что я хочу обратить ваше внимание. Этот текст нам показывает, что несмотря на то, что апостолы действительно поступали правильно и действовали в соответствии с волей Божьей, это не гарантировало их от заключений или от нападков со стороны мира сего. Сегодня очень часто люди пытаются представить, что если ты верующий и у тебя все в порядке с Богом, ты не грешишь, то ты должен процветать, должен быть богатым, здоровым. С апостолами это не так. Мы будем видеть это на страницах этой книги еще многократно. Значит ли, что это они согрешили? Никак. Это означает только одно, что исполняются слова Господа нашего о том, что надлежит нам проходить и через испытания, и через болезни, и через гонения. И на фоне этого происходящее сегодня, в сегодняшнем мире, вот с этими вирусами, которые здесь нас одолевают, и карантинами, у меня ничуть не вызывает сомнений. Я прекрасно понимаю, что все это в соответствии с планом Божиим. И да благословит вас Господь это принять тоже. Большим еще, Машех. Амэн. Субтитры создавал DimaTorzok